ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И жуки, и стрекозы. Просто восторг. Наташенька, финалистка конкурса народных умельцев, работы которых отобрала Оля Волкова, наша рукодельница. Я специально проконсультировалась с нашими стилистами, сегодня подготовилась к встрече, расскажу, как такие брошки носить, с какой одеждой сочетать. Это очень интересно, потому что они модные очень сейчас, эти броши. Да, броши очень модные. Роберто Ковали, например, очень любит делать крупных пчел. А Ирина Каравай известна своим мифическим изображением насекомых. Я, кстати, тоже вот сегодня надела свою брошку стрекоза и готова научиться вместе с тобой делать такие великолепные, я бы сказала, ювелирные украшения. Получится вот такая стрекоза, и времени мы на нее потратим около 30 минут до часа. Наша стрекоза состоит из 4 крылышек, из хвостика, головы, туловища и 6 ножек. К примеру, у американского дизайнера Джоан Риверс такая брошь стоит около 6,5 тысяч гривен, а я потратила всего лишь около 50. В 100 раз дешевле! Но выглядит необыкновенно эффектно. Я думаю, ну как мы достигнем вот такого блеска за такие небольшие деньги? На самом деле секрет тут очень простой. Мы заменим все дорогие материалы. Материал им попроще. Например, дорогие бусины мы заменяем самым обычным простым бисером. Нам понадобится небольшой кусочек фатина, кусочек фетра, совсем маленький, и кусочек кожи в цвет. Брошь будет в зеленых тонах, поэтому материалы я взяла салатового цвета. Также нам понадобится проволока, нитки для бисероплетения, бисер двух оттенков, бижутерные гвоздики с круглой шляпкой. И нужны еще бусины разных размеров. Еще нам понадобится китайский камешек. Он очень красиво, богато смотрится, ничуть не хуже, чем сваровский. Собственно, иголки, ножницы и дополнительные инструменты. Еще нам нужен будет клей, который быстро сохнет и при высыхании остается прозрачным. Я так понимаю, что все это и проволочку, и камешки можно купить в магазине рукоделия? Да. Мы берем проволочку, примерно сантиметров 15 длиной, отрезаем от общего матка и начинаем формировать каркас крылышка. Просто руками сгибаем проволоку в форме крылышка стрекозы. Ничего абсолютно сложного здесь нет. Всего 4 крылышка. Мы должны сделать 4 вот таких вот заготовки. Одна пара побольше, это верхняя пара крылышек, и пара чуть-чуть поменьше, это нижняя пара крылышек. Теперь мы должны крылышко задекорировать его фатином, для того, чтобы крылышко было похоже на натуральное. Для этого мы берем небольшой кусочек фатина и начинаем наносить клей по контуру нашего каркаса крылышка. Клей, как я говорила, использую прозрачный. Лишний клей можно убрать. И пока клей не высох, мы накладываем кусочек фатина сверху на наш каркас. И пока, опять-таки, он не высох, мы быстро вырезаем по контуру наше крылышко. Да, в общем-то, получается все понятно и просто. А в какой момент ты поняла, что уже хочешь этим заниматься основательно? Года полтора назад я увидела в интернете работы одного из дизайнеров. Я была в таком восторге, что я немедленно закупила материалы и начала пробовать вышивать. Вдохновилась, да? Да. А чем ты в тот момент вообще занималась? Я была в декрете с ребенком. Да? Как выясняется, это самое прекрасное время для того, чтобы найти себя и начать свое новое дело. То, что у нас остались небольшие припуски на шов, мы просто подворачиваем их наизнанку, для того, чтобы крылышко наше было аккуратное. Вот получается вот такое вот крылышко. Теперь, чтобы крылышко было наше красивое, сверкающее, мы задекорируем места склеивания проволоки с фатиной контуром с блесточками. Если такого контура не окажется дома, мы можем обойтись вообще обычным лаком для ногтей прозрачным, обработав этот край. Лаком для ногтей мы просто присыпем его блесточками и будет тот же самый эффект. Сейчас я покажу, как контуром пользоваться. Контур очень удобный, у него очень тоненький носик, и получается, что контур ложится тоненько. И когда он высохнет, у нас останутся только блесточки, он становится прозрачным. И видно только блесточки. Вот я приготовила 4 готовых крылышка, вот 2 пары верхних крылышек, они у нас побольше, и 2 пары нижних крылышек. И там уже какие-то точки появились? Да, я поставила точечки для того, чтобы крылышки смотрелись наряднее. Это тоже ставила контуром, но то же самое, в принципе, можно сделать и лакомо. Надя, ты знаешь, что украшения в виде насекомых, каждый имеет свое значение? Например, украшения в виде бабочки помогают сохранить молодость и красоту, а украшения в виде стрекозки привлекают новые знакомства. Украшения в виде майского жука олицетворяют успех в торговых делах. Ну, слушай, ты, кажется, и навозную мушку тоже делала? Да, делала навозные мухи, они пользуются очень даже вниманием большим. Правда? Да, очень нравится. Давайте мы приступим к нашему хвостику. Для этого нам опять понадобится кусочек проволоки, тоже 15 сантиметров примерно, и бусины. Бусины нам нужны разных размеров. Таких маленьких бусин нам нужно 3 штучки. Также 3 штучки бусины 6 миллиметров. Такие бусины стоят от 50 копеек. И еще одна бусина нам нужна размером 8 миллиметров, чуть побольше. Наш хвостик будет к конце потоньше, а к основанию больше. Потом нам еще понадобятся разделители для бусин, чуть поменьше и чуть побольше. Таких разделителей нам надо 4 штуки. И одна бисеринка. Мы берем на нашу проволочку и нанизываем эту одну бисеринку. Размещаем ее ровно по центру и сгибаем проволочку пополам. Это будет хвостик нашей стрекозы. И начинаем нанизывать бусинки. Начинаем с самых маленьких, которые 4 миллиметра. Нанизали первую, за ней еще две. И вот после третьей маленькой бусинки мы ставим разделитель. Дальше мы берем бусинку, которая побольше, то есть 6 миллиметров. Теперь мы после каждой бусинки будем ставить разделитель для бусин. А какое ты самое большое насекомое делала? Стрекоза и бабочки больше не было у меня насекомых. Но в какой-то момент, я так понимаю, твое хобби превратилось в бизнес? Это хобби, которое приносит доход. Как в семье относятся? Довольны? Да, в семье всегда оценивали мы работу. Самый первый мой оценитель, самый главный, это мой ребенок. Он всегда оценивает, он всегда радуется. Теперь у нас остался кусочек проволоки после того, как мы нанизали все бусинки. Нам надо просто его загнуть в виде зигзага. Для того, чтобы нам легко было его пришивать. Это можно сделать с помощью плоскогубцев. Ну, в принципе, и ножницы можно использовать. У меня вот специальный инструмент узкогубцы. Получается спиралька, такой зигзаг, для того, чтобы его легко было пришивать потом. И он никуда не денется. Теперь нам нужно сделать голову стрекозы. Ну, вот это вот, наверное, самый такой вот кропотливый процесс. Нам для головы нужно две бусины 6 мм и бисер серебристого цвета. У нас получилось два глаза, нос и затылок. Теперь, используя бисер серебристого цвета, мы сделаем дорожки между затылком и носом. Мы набираем 6-7 бисеринок и проводим эту дорожку к носу стрекозы. И вдеваем иголочку между двумя бисеринками, которые у нас на носу. Чтобы, ну, прямо в центр нужно попасть, для того, чтобы симметричная голова была. Вот такая вот верхняя часть головы. Теперь точно так же мы набираем 6 бисеринок. Точно такую же дорожку мы прокладываем снизу нашей головы. То есть голова должна быть сверху-снизу одинаковая, симметричная. Вот, точно так же мы повторяем только снизу. Опять-таки возвращаемся в центр. Такая кропотливая работа, а между тем тебе это очень нравится. А по профессии ты кто? Финансист. Ой, как интересно! То есть планируешь вернуться в эту сферу? Пока не планирую. Или теперь неизвестно уже, да? Да, мне не хочется, если честно, возвращаться. Я вообще человек творческий, я всю жизнь занималась творчеством. То шила, то вышивала, то вязала. Здорово! То есть ты в какой-то момент можешь что-то новое для себя открыть и заняться еще чем-то, да? Запросто. Потом, когда мы проложили дорожки снизу и сверху серебряным бисером, нам нужно будет справа и слева от этих дорожек, снизу и сверху, проложить вот такие вот дорожечки из бисера зеленого цвета. Вот так вот она выглядит. Получается два глаза с двух сторон. И голова похожа на настоящую голову стрекозы. Так, теперь у нас есть голова. Да. Крылышки, голова, хвост. У нас есть крылышки, голова, хвост. И теперь мы можем их пришивать на тело нашей стрекозы. Для этого мы взяли кусочек фетра. И на нем я начертила по форме нашего камешка очертание тела нашей стрекозы. Мы на кусочек фетра размещаем наши крылышки. Два крылышка сверху, два снизу, друг напротив друга. Хвост. И все это мелкими стежками пришиваем. Ну, ниточку в цвет подобрать, да? Ниточка в цвет, да. У меня вот тоже зелененькая ниточка, такая же, как цвет фетра, салатовая и цвет кожи. Таким вот образом у нас пришивается хвост и крылышки. А ты делаешь повторы своих работ? Или каждый раз у тебя что-то новое? Повторить, в принципе, невозможно ручной труд. А если заказы? Мы оговариваем, я рисую эскиз и показываю людям, что вот если там какие-то нюансы есть, их интересуют, то я добавляю, убираю, мы оговорим все материалы, все это оговаривается. Далеко разлетелись твои стрекозы и насекомые? Ну, вот муха, например, у меня одна улетела в Турцию. Шмель вот живет в Праге, есть работы, которые в Канаде. В принципе, в Польше еще есть работы мои, ну, в разные страны. А уже международные у тебя? Да. Вот, когда у нас пришиты хвост и крылья, мы должны закрыть место, где у нас крепились все эти крылышки, небольшим кусочком фетра. Мы вырезали его заранее, вот по форме тела стрекозы. И вот таким образом мы его просто накладываем сверху и пришиваем по контуру. Мы пришиваем после этого камешек и нашу голову. И у нас получается уже силуэт, вполне похожий на стрекозу. Да, просто волшебство. Вот уже с пришитой головой, хвостом. И вокруг свободное пространство я заполнила бисером. Это можно сделать как угодно. В принципе, ну, единственное, нужно соблюдать симметрию. Для того, чтобы изготовить ножки, нам нужно взять вот такие вот, как я говорила, бижутерные гвоздики с круглой шляпкой. На такой гвоздик мы просто нанизываем 16 бисеринок, и будет наша ножка готова. Потом придадим ей форму, и она будет очень похожа на ножку стрекозы. Проволока легко гнется, поэтому принимает любую форму. Конец ножек мы тоже заворачиваем зигзагом для того, чтобы его было легко и удобно пришивать. Вот у нас готово 6 ножек. Мы эти ножки располагаем на кусочки фетра. И мы размещаем наши 6 ножек. Он вот такой вот у нас получился, как паучок с длинными лапками. Пока не похожи на стрекозу, но это будет тело стрекозы. И теперь нам нужно сделать застежку. Для этого мы взяли кусочек кожи, который повторяет форму стрекозы. С обратной стороны мы приклеили кусочек картона и пришили на нее булавочку, которая тоже продается в магазинах фурнитуры или рукодельных магазинах. Это заготовка для брошей. Ну вот эта часть работы нам как раз хорошо знакома, потому что мы с Олечкой Волковой неоднократно мои броши делали. И мы просто вырезаем по контуру, оставляем минимально припуск на фетре, стараясь не повредить нитки. Вот стрекозка наша вырезанная. Красивая. Теперь мы просто приклеиваем деталь с ножками к брюшку стрекозы. Берем нитку и продевая абсолютно все слои нужно проходить, для того, чтобы стрекозка впоследствии у нас не развалилась. Ну вот в готовой стрекозе вот таким вот образом получается мы обшиваем краем бисером. Это называется американский способ обработки края бисером. Ну вот собственно и все. Наша стрекозка готова. Да, она удивительная. Сверкающая, стильная, похожа на настоящую. И создается такое впечатление, что нужно дорого заплатить, чтобы эта брошка стала вашей. Хотя Наташа раскрыла нам секрет, как потратив всего 50 гривен, сделать точно такое же. Будьте уверены, что брошка в виде любого насекомого это модно сейчас. Старайтесь все-таки использовать однотонную одежду. Например, такая яркая брошка моему не менее яркому платью подойдет. Посмотрите, как она заиграла. Кроме того, стилисты и дизайнеры дают добро буквально на все виды одежды. Платье, жакеты, блузы, шарфы, другие аксессуары, шапки. Везде вы можете прикреплять брошки. Все зависит от того, какая брошка у вас есть и насколько ваша фантазия сегодня разыгралась. Я с удовольствием подарю тебе эту стрекозку. Наташенька, спасибо огромное. Буду всем рассказывать. Это Наташа. Наташенька Чапаренко сделала финалистка нашего конкурса народных умельцев. Кстати, ты тоже уйдешь от меня не с пустыми руками. Совершенно заслуженный диплом. Народный умелец. Творчество и вдохновение. Спасибо тебе большое. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова